Привет! Сегодня я расскажу и покажу, что в моем айфоне. Я никогда не любила особенно смотреть такие видео, и у меня никогда не было идеи сделать такое видео самой. Но ко мне не так давно подошла в университете одногруппница и спросила Оля, почему ты не делаешь такое видео? Это же так интересно посмотреть, что в телефоне есть полезного. И тогда на меня наконец дошло, что это не просто демонстрация того, а смотрите у меня айфон, а действительно нужная и полезная информация о том, чем можно воспользоваться, когда у тебя есть айфон. Ну, или что-нибудь похожее. Поэтому я, как и любой человек, склонна заблуждаться и теперь менять свое мнение относительно этих видео. Я посмотрела парочку, и мне очень понравилось. Поэтому приступаем. Перемещаемся поближе, чтобы вам было все видно. Вот такой у меня, собственно, айфон. Это шестерка, и самое главное его достояние, это вот этот чехол со звездочками. Еще никого, по-моему, он не оставил равнодушным. И все, когда его видят, сразу хотят с ним хоть немножко поиграть. Его даже можно поставить на ребро, что удобно, когда делаешь всякие трансляшечки в перископе. Что же у меня находится внутри? На заставке у меня диснеевский замок, и здесь R2D2. А на заставке у меня все еще стоит морж. У меня три экрана. Соответственно, на третьем всякая ненужная фигня, которую никто никогда не пользуется. Она обязательно у всех есть. На первом экране стандартные всякие штуки, а внизу у меня, помимо всего стандартного, еще Twitter. Да, грешна. Twitter у меня на неподвижной панельке. На втором экране у меня все размещено по папочкам. Соответственно, в первой социальной сети. Здесь можно найти ВКонтакте, Facebook, Messenger. Эта штука относится к Facebook, и без нее Facebook очень трудно пользоваться. Затем Instagram, YouTube, Periscope, Ватпад. Я постоянно в последнее время проверяю, кто меня там лайкнул на Ватпаде. Это еще больше засасывает, нежели все вышеперечисленное. Хотя именно с телефона на Ватпад я ничего не пишу. Затем красивые картинки, WeHearted. Я использую их для группы ВКонтакте, чтобы запостить какую-нибудь новость или еще чего-нибудь. Потом Viber. Мне его заставила установить мама, чтобы все время узнавать, где я и что со мной. Из социалок это, в принципе, все. Там еще был Twitter раньше, но так как он был десятым и не влезал, я его вынесла сюда, потому что для меня он самый актуальный всегда. Затем идет моя штука, которая папочка называется книги. Здесь у меня всего две программы. Я думаю, надо подкачать еще обязательно. Во-первых, это кайбук. В кайбуке у меня обычно учебники по английскому, как вы видите, и всякие документы. То есть, все, что не открывается обычными путями, можно открыть с помощью кайбука. Ну и, соответственно, букмейт. Там я читаю, когда у меня нет с собой книжечки. Возвращаемся на экран и навигация. Здесь метро, транспорт и два приложения с картами. Если честно, вот это было стандартно, я им вообще не пользуюсь, хотя, по-моему, они, наверное, одинаковые. У меня оба, короче говоря. Транспорт, это мой спаситель. Он показывает, где ваш автобус и сколько еще ждать. Ну и, соответственно, метро. Как же без него? Затем все, что для фотографий. Я пользуюсь лайном и виско. Вот эти две штуки, бумеранг и лейаут, они просто прикольные, но ими пользуюсь раз в полгода. В лайне я пользуюсь всего двумя эффектами, но они мне очень нравятся. То есть, мы возьмем какую-нибудь фоточку, которую я сделала, и мне нравятся очень два эффекта. Во-первых, это Natural, и, во-вторых, это Stars. То есть, практически все, что у меня есть в Инстаграме, это с этими двумя эффектами. Ну и вот эти три программы, в принципе, понятно, что делать. Бумеранг делает такие маленькие картинки, которые зависают. Лайаут позволяет делать коллажи. Ну и виско, по-моему, стоит у каждого нормального белого человека. Хотя, по-моему, это просто дурной тон. Но дальше у меня идет здоровье. И здесь, в принципе, для меня это одинаковые равноправные программы LifeSum и PlantNanny. Я пользуюсь одной из них попеременно. То есть, в принципе, я никогда не пользуюсь одновременно обеими, и они для меня примерно одинаковые. Здесь я могу посмотреть, что я покушала, и сколько калорий. То есть, допустим, сегодня я ничего не забивала, и он у меня стоит, что осталось 1427 калорий. И в PlantNanny вы ухаживаете за своим растением, даете ему попить. Видите, мое растение благополучно умерло. То есть, я не говорю, что я пользуюсь вот этими двумя штуками каждый день, но иногда полезно следить за тем, сколько ты пьешь, сколько ты ешь. И когда на меня такое нахлынивает, когда на меня такое нахлынет, я захожу в эти программы. И дальше у меня идет бизнес. Здесь переводчик от Sense, он позволяет отслеживать денежки с YouTube и Big Day Light. Вот эта вот последняя программа, она позволяет отслеживать, сколько тебе осталось в день, дней до какого-то события. У меня, например, это конец практики, осталось 63 дня. Можно выбрать любую картинку, которую вы хотите, просто красивую картинку. В принципе, программа не несет какой-то особой смысловой нагрузки, но всегда прикольно, когда чего-то ждешь, когда у них концерты или еще чего-нибудь. Следующая, последняя папка у меня называется Производительность. И сюда я переместила штуки с блокнотами. Во-первых, это заметки, но я ими сейчас практически не пользуюсь. Я полностью вернулась к Evernote. Я, наверное, пару месяцев назад восстановила свой пароль, то есть у меня Evernote стоял еще лет 5 назад, и сейчас я поняла, какой это спаситель. По сути, это обычный блокнот, который синхронизируется с вашим компьютером, планшетом, везде, где вы можете ставить свои заметки. Здесь как текст, так фоточки, всякие напоминания, списки, то есть вы можете составлять список дел и потом отмечать, что вы выполнили. Допустим, у меня есть сейчас 3 активных заметки, можно делать разные блокноты, соответственно, в них новые заметки. У меня сейчас заметки в видео, это то, что я снимала сегодня, фантастика, это то, чем я занимаюсь, и деньги, это не подумайте, ничего плохого, это я снимала учебный проект, и в нем нужна была информация про советские деньги, я все сюда. То есть очень удобно, ты пишешь что-то на компьютере, и оно все сюда автоматически переносится, тебе не нужно бояться, что у тебя нет с собой какой-то информации или файла. И вот эта штука, которая называется скетчис, здесь можно рисовать. Вот это нарисовала моя подруга минуты за две. Как написано в описании программы, она пробуждает креативность даже не очень, у не очень креативных людей, и я думаю, что действительно правда, здесь есть разные инструменты, всякие маркеры, и можно креативить, пока сидишь где-нибудь в очереди. Единственное, нельзя сохранить. То есть все, что вот здесь есть, вы можете заскринить, и это максимум. Ну а на сегодня это все, напишите, если вы пользуетесь чем-то подобным или как-то по-другому обустраиваете свой телефон, а я всегда ваша. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok